Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодняшний ролик будет посвящен продолжению то, о чем я рассказываю в последнее время. А именно, бесплатным продвижением своих товаров и увеличением своих продаж. Значит, вот сейчас перед вами сайт, который сделан на блогере. Я хоть и рассказывал, что можно на блогере сделать вот такой вот кучерявый сайт со множеством переходов. Там вот такой, да, те, кто смотрели, помнят. Но со множеством вот вкладок, переходов и так далее, тенденция последних нескольких лет, я так скажу, такая, что используется типа одностраничного сайта. Вот как вот это. Максимум там три товара, четыре товара, но все это в одной теме. То есть посвящено одному, в принципе, товару. А именно вот камер, да? Шпионские камеры, мини-камеры, камеры, которые во дворе устанавливаются. И вот вопросы идут в основном, типа, как это делать, как сорганизовать сайт такой. С одной стороны, много желающих, которые хотят, чтобы трафик шел на Амазон или там на ebay. Но, если честно говоря, сайты бесплатных объявлений не любят, когда их оттуда ссылки переводят на именно эти два типа сайтов, да, вот на другие маркетплейсы. Для обхода этого, так сказать, бана мы используем вот такой вот вариант. Еще раз, если это переход на Амазон, на Алиэкспресс, на ebay и так далее, чтобы сразу покупалось сайт бесплатных объявлений, сайты, они эти объявления банят. Но есть такая, есть Shopify, например, на него можно делать. На WordPress можно делать, но они все платные. А вот этот вариант, он бесплатный. Вот, если вам видно, это сайт на блогере, опять-таки. В последующем я, конечно, здесь поставлю свой домен. Это тоже возможно сделать в блогере. И сайт будет выглядеть более профессионально. И вообще потихоньку я буду его, так сказать, усовершенствовать. Тем более, что в последнее время, по непонятной мне причине, Equid заблокировал, то есть, два моих сайта. Вообще ни до поддержки не достучишься, никуда. Итак, вы все видите этот сайт. Вот мое объявление. Я его только-только разместил. Оно еще неактивное, потому что новые объявления как бы требуют одобрения. Идут на рассмотрение, а потом только их после одобрения можно увидеть. Для дальнейшего переходим на другой профиль мой, другого юзера, чтобы можно было видеть. Итак, я вот перешел на свое объявление по прямой ссылке. Оно еще не показывается, но по ссылке я перешел на это объявление. Вот там цена, вот тут Феликс, как видите. Это мое объявление, которое другим пока что не видно. Здесь описание небольшое. Ну, естественно, показов ноль, потому что объявление совсем новое. И вот что, для чего тот сайт. Вот ссылка на тот сайт. То есть здесь особо много не расписано. Основная информация вот по этому адресу. Переходим на него. И вот попадаем в этот сайт на блогере. Человеку вот, заинтересовался человек вот этим вот продуктом, да? Ну, и тут вот эти два. Теперь, смотрите. Здесь на данный момент у меня два типа размещено. Вот это один товар, допустим, это другой. Вот этот товар. Вот этот товар. Вот идет описание. Там дальше, ниже еще картинки. Все, что может заинтересовать покупателя. И здесь вот кнопка цена и купить сейчас. Компоновку можно поменять в любом варианте. Сделать, допустим, чтобы картинка была слева, описание справа. Кнопка там, не знаю, под описанием. То есть это уже как бы дело техники. И можно сделать точно так же. Я особо не стал заморачиваться. И вот второй товар. То же самое. Не приблизительно, а то же самое. Вот второй товар. Теперь, почему я сейчас говорю об этих двух товарах? Потому что вот здесь я сделал так, чтобы можно было купить прямо на сайте. Прямо на сайте. А здесь этот листинг сделан так, чтобы можно было перейти на предполагаемый Amazon товар или eBay товар. У кого где идут продажи, и перейти купить там. Но для лучшей демонстрации давайте посмотрим, чтобы уже было как бы более приятно и понятно. Сейчас, знаете, очень много людей покупают, делают покупки с телефонов, планшетов и так далее. Поэтому, вот, чтобы убедиться, что этот сайт, он красиво смотрится и в телефоне, и в разных таблетах. Вот, пожалуйста, через расширение видим, как этот сайт смотрится на телефоне. Ну, скажите, что нормально, красиво. Не подкопаешься. Здесь вот, пожалуйста, продукты. Один, второй, третий. То есть все тут работает четко. Теперь смотрите. Допустим, человек пришел, увидел вот этот товар и интересуется, что же там подробнее прочитал. То есть все пятое-десятое. Ну, опять же, я все это показываю, чтобы вы видели, как оно все подстраивается под телефон. Ну, и решил купить. Кликнул купить. Перешел на страницу покупки. Ну, поскольку здесь у меня стоит американский IP, здесь есть вот такая платежная система. Такая платежная система. То есть здесь у меня интегрирован PayPal, который прямо вот здесь, внутри именно сайта, дает возможность делать покупку. Для того, чтобы иметь вот такой вот функционал, у вас должен быть бизнес PayPal. И, естественно, там при клике перекидывает на PayPal, там залогиниться предлагает. Ну, как обычно, как все мы знаем. При, допустим, если человек хочет заплатить с карты, вот можно платить с карты, заполняет номер карты, его данные, имя, адрес, и заплатить. То есть работает все нормально. Нормально, четко, с середины, никуда ничего не сдвигается. Это очень важно. Ну, и в самом низу контакт-форма. Мало ли, человеку может захочется что-то написать и здесь, кроме того, что там в этом, в сайте. Бесплатных объявлений. Ну, и второй вариант, о котором я говорил, то, что товар, допустим, вы хотите, чтобы ссылка уводила туда, где вы продаете свой товар. Вот давайте перейдем на этот. Вот сейчас у меня здесь поставлена ссылка на Алиэкспресс, ну, допустим, у вас амазоновский товар. Или ибэевский товар. Разницы нет. Опять же, все четко, пожалуйста, все рассматривается, все четко видно. И купить. При клике купить нас перекидывает на сайт Алиэкспресс. Так. Но через расширение оно работает все-таки не так четко. Это сейчас мы смотрим через расширение, поэтому такая вот беда. Если просто не через расширение, а вот так вот делать. Вот, пожалуйста, ссылка вывела на Алиэкспресс, поскольку я тут поставил, чтобы купить с Алиэкспресс. Здесь может быть ваш товар на ebay или на амазоне. Понятно, да, система? То есть, этот сайт можно использовать как для покупок именно внутри сайта через пионер, через PayPal, ну, опять же, вот, пожалуйста, через кредитную карту, да, допустим, раз, заполнил человек и заплатил. Или через переход на Алиэкспресс. Перешел, здесь Алиэкспресс, а вообще-то, допустим, на Амазон или на ebay. Итак, думаю, что здесь все понятно, все видите, что сайт бесплатно работает четко на блогере никаких помех, никаких заковык нету. Ну, естественно, его можно менять так, как хочешь, так, как душе угодно. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.